дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фигин лайф сегодня понедельник 14 августа время 21 час в киеве такое же время москве мы проводим очередной эфир у нас у него гостях правозащитник основатель проекта гулагу нет владимир осечкин лаян приветствуем тебя добрый вечер марка приветствую уважаемых зрителей подписчиков на счет подписчиков 4000 на свода чуть больше и около двух тысяч поставили лайки просьбу ко всем кто уже присутствует в эфире сделайте так чтобы эфир посмотрели и другие зрители сделать это просто разместить у себя в аккаунтах социальных сетях группах фейсбуке или там через мессенджер послать но в общем ссылку на этот эфир обязательно подпишитесь на канал фигин лайф и на канал вадим рассечкин в описании к этому видео по ссылке его имени там гулагу нет можно пройти на канал в ютюбе и там уже смотреть другие видео мы назвали за кишой куда но и сейчас использовали букву z как символическую используемую значит российским оккупационными войсками и собственно говоря решили вот о чем поговорить сейчас уже совершенно очевидно что на купинском направлении там где собрана группировка до 120 тысяч как говорят ну кто говорит 100 то говорит уже 120 одним из важных ударных подразделений является шторм z причем есть уже и пленные естественно они до этого были и там понятно количество убитых и мы вот слышим и знали об этом но сейчас уже как-то уже картинка сложилось окончательно что это те же самые осужденные которые по контракту с минобороны уже в рядах министерства обороны вот в эти подразделения направляются соответственно для участия в боевых действиях и тогда вот мы хотим все-таки разобраться с ними окончательно и почему на контрасте с пригожиным поскольку в чвк вагнер мы помним тоже набирали осужденных из мест лишения свободы под шестимесячный контракт и под дальнейшую амнистию точнее извините не амнистию помилование у меня в голове все это естественно помилование которая применялась по схеме значит да но с реализации после этих шести месяцев доживала немного до этого момента но тем не менее в общем какая-то часть сумела в дальнейшем оставшись живых вернуться домой вот просто интересно как это происходит в системе министерства обороны до законно лицам осужденным дал такую возможность непогашенную судимостью дал такую возможность в министерство обороны в системе также значит оказаться по контракту видимо а вот мне интересно как их освобождают от отбытия наказания от всего остального как там порядок складывается ты что-нибудь об этом знаешь можно просто мы достаточно много об этом знаем мы проводим на эту тему независимое расследование собираем материалы по сути дела это тот же самый проект к который они рекламировали создавали тогда путин с пригожиным только без пригожина без кувалды и без вот мощнейшего там пиар сопровождения и рекламы в которую пригожин тоже вкладывал сотни миллионов рублей ежемесячно похищены из бюджета россии все остальное ровно то же самое начиная с февраля марта этого года полковники министерства обороны особенно один из них самый известный такой рекрутер полковник смирнов они объезжали исправительные колодии заманивали практически тем же самым что и пригожин помилованием государственными наградами зарплатами выплатами порядка 200 тысяч рублей в месяц все то же самое но обещали что по головушке не будет бить больше кувалдой и соответственно обещали что командовать ими будут не головорезы которых из сирии отозвали а кадровые военные во многом обманули конечно же обманули потому что в целом ряде подразделений так называемого шторма за это есть одно из там ответвлений называется северзет большая часть командиров которых ставят над заключенными это те же самые вагнеровцы те же самые наемники которые просто сбежали вовремя от пригожина переметнулись подписали сами контракты и стали военнослужащими российской федерации например один из вот этих отрядов северзета возглавляет михаил шлянин с позывным ректор это инструктор чувака вагнера из сирии который со временем вот потом дальнейшем примкнул к минобороне и командуют вот этим подразделением продолжает гробить российских заключенных выглядит это следующим образом да вербовщики приезжают озвучивают условия оперативники на местах заранее создают за несколько дней а в некоторых учреждениях за несколько недель невыносимые условия постоянные обыски избиения провокации им активно в этом помогают и с одной стороны актив внутри камерная агентура капу и и с другой стороны не меньшую роль принимают участие так называемые блатные которые в большинстве своем уже достаточно давно плотно сидят на карандаше являются негласной агентурой либо фсб либо главного оперативного управления в син россии и которые со своей стороны создают умышленно давление на основную массу заключенных это и придуманные карточные долги это и угроза понижения в статусе и так далее в нескольких учреждениях даже проходили так называемый там прогоны вот эти вот бумаги подписаны теми кто пытается себя там называть вором в законе хотя за пределами российской федерации к этим людям уже отношения именно как агентом фсб которые там давали какие-то даже преференции в среде заключенных что вот кто соглашается ехать на войну с тех никакого спроса списывать карточные долги там в общем максимально облегчает им такие условия чтобы они как пробка из бутылки шампанского вылетали в сторону фронта ну а дальше все по старой схеме ровно то же самое что и с пригожным приезжают автозаки грузит их приезжают на военные аэродромы либо если где нет военных аэродромов тогда вот на базовый региональный аэродром туда прилетают ил 76 министерства обороны те же самые которые пригожину таскали заключенных они точно также заключенных перевозят доставляют на территории сопредельные с оккупированными как правило это ростовская область военный аэродром разгружает и уже везут в лагеря слаживания робу меняется на военную форму у нас есть некоторые видео которые мы до сих пор пока еще не опубликовали планируем сделать в ближайшее время в летний период а их переместили там в леса такие лесополки чтобы там прятать чтобы их скрывать потому что весеннее время активно в ссу разбивали с помощью хаймерсов и других современных видов вооружения все эти общежития которые они использовали для проживания соответственно переместили в палаточные лагеря в землянки а вот где они горя жили где их там вооружали винтовки на и мосина и какими-то старыми 40 50 лет недавности автоматами у нас одно из этих видео которое мы готовимся опубликовать там прям видно как обрали эти винтовки мосина из которых они там тренируются стрелять чтобы было понятно тем кто не специалист в этом винтовка мосина была разработана больше ста лет назад можно в яндексе да или это посмотреть она в конце девятнадцать тысяч восемьсот девяносто пятом по моему да 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 соответственно да она модифицировалась чуть-чуть но она очень старая да то есть ну мы говорим про 2023 год и так далее вот но дальше их толкают на передовую на передовой та же самая история шаг назад расстрел попытка сдаться в плен со спины наносит минометные артиллерийские удары там из пулеметов стреляют и так далее та же самая система условно которую там ну принято называть загородительными отрядами по сути дела это командиры это помощники командиров которые стоят за спиной которым периодически дают вот это вот живое мясо чтобы там бросали на передовую если те соответственно бегут назад их как уже второй год это вошло в обиход да их обнуляет их там расстреливать то есть в подразделениях подконтрольных шойгу по сути дела те же самые нарушения прав человека те же самые нарушения обычаев войны та же самая мясорубка только растянутая практически по всей линии фронта зачем она им нужна очевидно нету очередей желающих записаться военкоматы ехать воевать против украины вот они отсутствие желающих заменяют заключенными более того есть важное дополнение которое я хотел бы здесь у тебя озвучить на канале начинается 2 августа поступило прямое указание руководство всен россии во все территориальные органы готовить списки начался рейд и на уровне начальников отделов региональных управлений начальники учреждений готовить списки кто проходил военную службу в армии у кого есть водительское удостоверение какие у кого полезные могут быть профессии как их можно использовать для фронта причем это списки не каких-то в кавычках добровольцев хотя в полном смысле слова они конечно там явление являются добровольцами человек который бежит от пыток от швабры от кипятильника от изнасилования от переводов в касту униженных понятно что добровольцами их нельзя называть но тем не менее если раньше хотя бы формально у них какое-то заявление от них отбирали и вынуждали их подписывать там семь восемь подписи в различных бумагах где человек отказывался от своих прав готов был на всевозможные ограничения то сейчас просто они готовят эти списки так как уже в принципе даже вот эти вот условные добровольцы закончились и их по спискам в ближайшее время будут отправлять а в некоторых учреждениях уже отправляют не спрашивая хочет человек или не хочет вот собственно говоря вот такая картина маслом огромное количество тех кто мечтает покинуть гулаг 21 века но при этом не хочет воевать а пытается использовать это как какую-то уловку как возможность покинуть пыточные застенки к чему это приводит очевидно огромное количество немотивированной публики которые но из которой невозможно построить какую-либо армию единственное их предназначение это просто быть минным пушечным мясом и экономить силы кадровой армии так 23 700 нас смотрит семь с половиной тысяч поставили лайки мы продолжаем мы всего лишь там 12 минут в эфире но вот смотри вопрос какой оценивают что на купинском направлении фторон за который принимает активное участие в боевых действиях их слайд вперед то насчитывает от трех до четырех тысяч вот ты можешь судить о численности вот таких зеков потому что хочется понять во первых сколько за все время зеков было направлено на чего к вагнер соответственно теперь уже в систему министерства обороны и какое количество ну может быть есть какая хотя бы грубая цифра это там не знаю там 50 тысяч до 60 тысяч совсем грубой десятки тысяч хотя бы и второе это исчерпаем ли этот ресурс насколько мне известно что где-то ориентировочно в системе пенитенциальной сейчас отбывать около 450 тысяч на на прошлый год был 450 тысяч лиц осужденных за антистали потому что при этих условиях будут фарбая какие-то деньги не комментируют это и ориентировочно то что вообще уже обвинули в этом этом допустим смотрели на курсах а у дороги у бухари не нужны а 90 тысяч даже грехи и положители какая-то агентация как агентация в течение всего на последнее время они готовят каждый отъем может быть и почитаем что на это такое другие или есть подозрение цифры никто почитала что эти люди не хотят а «Шторм-З» до 4 тысяч. Правда, неправда, может, больше. Но это явно меньше, чем было у Пригожина. Значит ли это, что их, в принципе, становится меньше, что ресурсы исчерпаем? Ну, во-первых, и у Пригожина не было разом 50 тысяч, так называемого, в ЧВК «Вагнер», вот эту террористическую организацию, они отправили почти 50 тысяч осужденных. Более 22 тысяч погибли. Либо в боях, сражаясь с ВСУ, либо в том числе есть огромное количество тех, кого они сами убили за отказ воевать, за отказ выполнять приказы, чтобы устрашать других и так далее. Поэтому вот эта цифра, я уже озвучил, если мы говорим про Пригожина, он угробил больше 22 тысяч россиян, в целом рекрутировав, забрав из колоний 49 тысяч, по-моему, там 650 человек мы подсчитывали, сводили все эти списки. Это только убитых 22 тысячи, а есть еще более 10 тысяч, получивших ранения, там с ампутированными конечностями и так далее. Что касается Минобороны, то начиная вот с конца февраля до начала лета, они отправили, рекрутировали порядка 20 тысяч осужденных. Соответственно, летом вся эта история с отправкой продолжается. Ежедневно на горячую линию ГУЛАГУНЕТ поступают сообщения, обращения из разных регионов, из разных учреждений. Здесь забрали 50 человек, здесь забрали 100 человек и так далее. Все это продолжается, мясорубка продолжает работать, поглощать на людские жизни. Что касается емкости, вот эта вот цифра, 3-4 тысячи только на одном из направлений, она продиктована не тем, что они не могут туда завести 10 или 20 тысяч. Просто они прекрасно понимают, что если туда завести несколько десятков тысяч осужденных, то это получится армия, где произойдет бунт, и может быть эта армия двинет на Москву, а может она куда-то в другом направлении двинет, просто сбегая, проламывая. Поэтому они держат столько, сколько они могут в случае чего накрыть авиацию, уничтожить, если где-то начнется массовое восстание. А так, в целом, по нашим данным, около 10 тысяч осужденных единомоментно используются на разных направлениях. И, соответственно, это, по сути дела, практически постоянно возобновляемый ресурс, потому что механизм ареста и пополнения российских тюрем в тоталитарной системе Путина, он, ну что говорить, у них фантазии не занимать. Они могут арестовывать даже за белый листочек бумаги, как за антивоенную позицию. Как бы был бы повод, а статья у них найдется. Соответственно, даже если в какой-то определенный момент еще 50 тысяч, вот они в ближайшее время отправят и угробят, соответственно, у них еще будет лимит, там порядка, как ты озвучил цифру, порядка 400 тысяч осужденных, плюс они будут дальше арестовывать людей, менять меры пресечения, заменять условные сроки реальными, там подписки о невыезде, арестами и так далее. Это для них такая бездонная бочка, из которой можно черпать сотнями тысяч людей ежегодно. Понятно, что в какой-то определенный момент, наверное, у российского народа терпение лопнет. Но долготерпение, оно огромное, и сколько еще десятков тысяч гробов им нужно увидеть в своих городах, чтобы прозреть и одуматься, это большой вопрос. Это для нас огромная загадка. Никто не думал несколько лет назад, что подобное возможно. А на самом деле оказалось, что невозможное возможно, и нет ничего невозможного, нужно просто знать историю. Я сейчас в рамках нашего расследования назад оглянулся, посмотрел на историю, как действовал Сталин. Этого нигде нету в той литературе, на которой мы росли, это нету в тех советских фильмах, но на самом деле речь идет о сотнях тысяч заключенных, которых Сталин, начиная с 1941 года, отправлял на передовую. И именно благодаря вот этим огромному количеству узников, гулага, которых направляли на передовые, они как раз и не считали людей, и клали их штабелями. Там под миллион человек из-за стенок за эти вот с 1941 по 1945 год они отправили. Поэтому здесь Путин с Пригожиным, они на самом деле не придумали какой-то новый велосипед. Они просто обратились к практикам, которые использовал Сталин Джугашвили по отношению к своему народу, который он абсолютно не считал, не берег, а бросал любой ценой с тем, чтобы тогда, по крайней мере, действительно была оккупация со стороны Гитлера и вторжение со стороны нацистов. А здесь обратная история. Они сами стали этими фашистами. И в прямом смысле слова я теперь могу утверждать, что они стали нацистами в 21 веке. Но это, наверное, отдельная тема для передачи, но если надо, я расширю, раскрою это мое утверждение. Вот ты понимаешь, это очень важный момент, потому что получается... Смотри, какая система людей, которые готовы, их добровольство всегда было мало идти на войну с Украиной. Сам Путин озвучивал на встрече с военкорами цифру, значит, 155 тысяч у нас, говорит, контрактников и добровольцев, из которых 150 тысяч контрактники. 5 тысяч на всю Россию. Это его цифру, он озвучил, не мы. Оказалось, добровольцев. И понимаешь, у них соблазн какой. Ну да, мобилизованный, но мобилизованный все больше кисляк у них возникает. Они чувствуют, что эти новации законодательные, они направлены именно на то, чтобы их использовать для новой волны мобилизации. А вот заключенных увеличивать, а ты знаешь, как в России, вон набивают, значит, и политзаключенными, и одними, и другими, и третьими. Мне говорят, что, ну нет, политзаключенных не будут направлять контрактниками туда, в зону боевых действий, потому что они благонадежны и так далее. А я не знаю, как может сложиться ситуация. Я вообще не знаю, как может сложиться ситуация. Они могут принудительно просто отправлять, учитывая, что это живое мясо с циклом жизненным, там, не знаю, часы, может быть, дни, ну, максимум недели. Почему бы и не брать всех подряд, там, не разбирая. Он уклонист от армии, он за фейки против российской армии по 207.3 осужден, или же он, в принципе, неблагонадежный, и вот его впихнули. Потому что степень принуждений нам до конца непонятна, но мы понимаем, отдаем себе отчет, что, понятно, мотивация у того, кого осудили на 20 лет за убийство, может быть, это для него и шанс, так сказать, либо всю жизнь сидеть, либо отрискнуть. А, простите меня, там попадаются люди, вот как я видел по видеозаписям, там, со сроком, знаешь, 3 года, 2 года, и он здесь оказывается. Ну, а что тебе не сиделось? Ну, 2 года ты хотя бы, ну, там, есть шанс, что ты выйдешь, там, выживешь, да, а отправившись на войну, то какие гарантии? Закрадываются сомнения относительно того, добровольно ли они действительно туда попадают, ну, даже если они там не очень сильно сопротивляются на фронт эти зэки, и мало того, что это большой стимул действительно набирать зэков, потому что они вообще подневольные. Народ-то российский подневольный, а тут-то вообще бесправные абсолютно. Ну, хорошо, давай тогда вот еще какой аспект рассмотрим. Вот и разговор про заградотряды. То есть, ну, мы знаем, что они есть, из кого они сейчас состоят, если есть понимание, там, неважно, на каком участке фронта, на востоке или это, там, под Бахматом, или, не знаю, на юге, это все так же северо-кавказские какие-то подразделения, допустим, там, Ахмат или что-то такое, или же это уже какие-то свои, отдельные, потому что, ну, тут мы видели свидетельства уже пленных, что уже нет такого, что ставят, там, Бурятов или Северного Кавказа подразделения на то, чтобы выполнять этот функционал, что есть и вполне себе свои, которые, там, командиры расстреливают, и так далее. Вот тут какой состав, как это все происходит? Ну, России садистов не занимать. Большое количество людей склонно к садизму, и мы это прекрасно понимаем, это большая беда. Если десятилетиями людей пичкать какой-то пошлятины, помноженные на агрессивную пропаганду, в результате простает огромное количество людей, которые готовы на все. вот, здесь есть несколько факторов. Ну, в целом, ну, то, что они делают, это называется, конечно же, в прямом смысле слова «истребление». Они могут прикрываться какими угодно красивыми словами, пытаясь оправдать свои военные преступления, но истребление, истребление двух народов, то, что делает Путин. Вот. Так вот, что касается истории с принуждением, ну, во-первых, прям конкретный пример, Иркутская область, там пыточные учреждения, два СИЗО, две колонии, СИЗО-1, СИЗО-6, колонии номер 6, номер 15, где это не просто предположение или заявление правозащитников, там, либералов, вольнодумцев, а это уже результаты расследования. Там сотни из кипятильниками, швабрами и так далее. Так вот, они очень интересно сделали, они взяли целый ряд важных свидетелей, которые давали показания по делам, а потерпевшие, они взяли, создали им невыносимые условия, отправили их как раз, чтобы там угробить, зарыть в землю, и чтобы они не могли давать показания. Это вот просто так. Они научились использовать войну в своих целях, использовать передовую как место для того, чтобы там зарывать людей. Что касается упомянутых тобой политзаключенных, посмотри, какие им чудовищные сроки сейчас дают. Карамурзе 25, Навальнам 19. Их же специально насыпают им такие сроки, чтобы это выглядело билетом в один конец, чтобы человек опустил руки, морально сломался, а дальше согласился. Все, что сейчас им нужно, чтобы хотя бы кто-то из, давай так скажем так, икон, главных примеров российской оппозиции, чтобы он в результате морально надломился, пошел туда и превратился в какую-то марионетку, которую, собственно говоря, они там наверняка и оставят, но сам факт, чтобы показать, для чего они это делают. В целом не так много в России политзаключенных, поэтому, конечно, большая часть это самые обычные заключенные, которых они черпают и которых они отправляют на фронт. Плюс ко всему нужно понимать, что там, с одной стороны, коррупция, то есть есть те люди, которые платят огромные деньги, чтобы формально быть освобожденными, но на самом деле они не воюют, а через полгода возвращаются домой, хотя могли бы находиться в колонии огромное количество времени. Это удобная лазейка для спецслужб свою агентуру, попавшуюся на каких-то преступлениях, ограждать от уголовного преследования и таким образом вытаскивать через помилование Путина. То есть в этом плане там речь идет, конечно, о сотнях людей, которых ФСБшники через эту систему освободили. А самых простых, ну что, с одной стороны, давай прямо говорить, ну, бедный, нищий народ в большинстве своем. Поэтому, когда у человека там из какого-то села, где зарплата 15-20 тысяч рублей в лучшем случае, и он понимает, что даже после своего освобождения он на нормальную работу, на 15-20 тысяч никто не возьмет, он будет где-то там чернорабочим перебиваться, чтобы на кусок хлеба хватало. А здесь они приезжают и предлагают им запредельные 200 тысяч рублей в месяц. И люди, которые до конца в полном объеме не понимают, что их ждет, что у них там через полмесяца-месяц оторвет ногу. А даже если не оторвет, а их под... Отдельная тема про раненых. Там же как, осколки пули, это если еще мобилизованный или контрактник, там есть шанс уехать в Россию на лечение. А если это заключенный, в котором там куча осколков и пуль, то просто ставят на ноги, делают так, чтобы там не текла, по крайней мере, кровь и в руки вот эту вот самую там палку стреляющую, там винтовку Мосина либо какой-то старый там 40-летней давности автомат и опять повторно на передовую. То есть они их используют по полной программе и огромное количество тех, кто получил ранение и лишился ноги или руки, они в госпиталях лежат сейчас военных на положении именно как заключенных, им там не дают свиданий. К нам очень много поступает от них разных жалоб. Они считают за счастье, что у них что-то там только оторвало, но они, по крайней мере, продолжают жить, потому что большая часть тех, которые вместе с ними поехали, они там же и остались при первой, второй высадке на передовой. Вот что они там делают. Если я не ответил полностью на твой вопрос, можешь тогда уточнить, давай что-то еще подробнее расскажу. Ну, всегда есть детали, но это не так важно уже. 34 тысячи нас смотрят, 11 тысяч поставили лайки, не забывайте подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Владимира Осечкина. Гулагу нет, в описании к этому видео, как обычно, вы можете его там обнаружить. Вот смотри, еще хочется понять такую вещь. Равномерно ли забирают из колоний людей? То есть, я условно говорю, вот где-нибудь отбывающих наказание в Северном Кавказе, в национальных регионах в автономиях, в русских регионах колоний, особенно там, ну, Дальний Восток, Сибирь, там, и так далее. Есть какая-то диспропорциональность забора вот этих зэков там? Ну, словно говоря, чеченцы берут меньше, чем башкиры, или там татар берут больше, чем русских. Ну, вот здесь есть какие-то, вот, ну, я бы сказал, соотношения. Можно о них судить вообще? То есть, кого выгоняют на фронт? Вот тоже интересный вопрос. Ну, конечно же, диспропорция здесь однозначно. Ровным слоем у них не получается забирать. Все зависит от давления, от уровня давления. В Чечне чеченцы чеченцев не прессуют и не выгоняют под угрозу изнасилования на войну. Там все по-другому. И в целом, если мы берем там Северный Кавказ, нету такого, что мы наблюдаем, например, там, в средней полосе в России. если взять те же самые, там, Татарстан, например, то региональные власти тоже делают очень многое, чтобы свое, собственно, население защищать, и там тоже никто не создает каких-то пыточных условий, чтобы они оттуда убегали на войну. А если мы возьмем какую-нибудь, например, Мордовию, возьмем Тверскую область и так далее, конечно же, создают там Саратовскую область, там регионы, известные своими там пыточными традициями, там создают очень серьезное давление на основную массу заключенных с тем, чтобы их отправлять. Но опять же, еще раз, давай посмотрим на, если мы будем брать не про национальный признак, а про социальный статус и про роль в среде заключенных, капу разработчиков вот этих вот профессиональных палачей. Никто не стремится на передовую отправлять, они им там нужны, чтобы мучить россиян. Каких-то псевдоблатных, которые на самом деле давно уже стали барабанами, стукачами оперативных управлений ФСИН и управления МФСБ России, это, конечно, они их тоже берегут, они им там нужны. Кто же будет основную массу заключенных там мучить, бить о пол, вымогать с них деньги, заставлять переписывать квартиры, машины, вгонять жен и матерей, заключенных в долге. Они им тоже нужны, таких еще специалистов по вымогательствам днем с огнем им приходится искать, наиболее талантливых. Поэтому, а вот основную массу самых простых, да, их не жалко, их, конечно же, со всех сторон. Псиновцам им лучше, конечно же, отправлять, выполнять все эти планы, которые сверху спускаются, потому что пару месяцев назад, например, очень много жалоб было, прям была волна, когда был недобор заключенных на фронт, в целом ряде учреждений, начальникам учреждений и всему составу посрезали премии, лишили отпусков и так далее. И дальше они уже начали отригрываться на заключенных и, соответственно, ухудшать им условия с тем, чтобы выполнить план, который спускается из Москвы. Поэтому сотрудникам ФСИН, если они не будут отправлять заключенных на фронт, их самих рано или поздно отправят на фронт, тем более сейчас они поменяли законодательство и изменили внутренние контракты во ФСИН, кстати говоря, это тоже отдельная история. Они сейчас внесли в контракты с полицейскими, с Росгвардией из ФСИН возможность без решения самого человека отправлять его прикомандировать в те органы, например, в УФСИН на оккупированных территориях, отправлять их туда без какого-либо желания, согласия. То же самое касается и полицейских, российских полицаев и Росгвардейцев. Точно так же их могут туда отправлять, а там дальше их встраивать уже в военизированные подразделения отправлять на фронт. Поэтому, в общем, спецслужбисты, они находятся в положении, либо ты отправляешь тех, кого тебе не очень жалко или совсем не жалко, либо отправят тебя. Вот они этим занимаются. Что касается псевдоблотных или активистов КАПУ, аналогичная история. Если они не будут с этим справляться, либо их отправят в пыточное и изнасилуют, либо отправят самих на передовую и там обнулят. Поэтому, в общем, вот такое давление с трех сторон есть, их туда гонят. Поэтому, когда мне кто-то там с пены у рта доказывает, что они там все добровольцы и так далее, мне хотелось бы посмотреть на такого человека, которых называют добровольцами, окажись он меж целой харибдой псевдоблотных, КАПУ активистов со швабрами и кипятильниками и оперативников. Поэтому, конечно, их туда гонят. А дальше, когда уже они там оказываются, дальше уже становится поздно куда-то деваться. Потому что телефонов у них нет. Позвонить, как правило, на телефоны доверия по программе хочу жить невероятно оттуда сложно и практически нереально. Вот они оказываются между молотом и наковальней, по сути дела. Поэтому при всей нелюбви к россиянам, и тем более к российским заключенным, у основной аудитории, которая нас сейчас высмотрит, при всем скепсисе, что можно понять, это можно понять. Я хотел бы сказать, что со временем конечно же вот эта преступная схема вовлечения заключенных отправкой на фронт, это тоже само по себе станет одним из эпизодов преступной деятельности не только Пригожина или Шойгу, но в первую очередь конечно самого Путина. Потому что мы можем конечно с тобой говорить, что это там зэки Пригожина или зэки Шойгу, но есть именно подпись диктатора Путина, который принимает массовые вот эти решения абсолютно незаконные, непроцессуальные, а якобы помилование этих заключенных для того, чтобы их отправить на фронт в качестве пушечного минного мяса. Здесь важно, вот ты когда сказал, провел разницу между амнистией и помилованием. Если позволишь, я здесь минуту внесу ясность. Амнистия это то, что принимается законодательным органом Государственной Думой. Да, естественно. Помилуем президентский указ. Это единоличное решение диктатора Путина. Он, конечно, никакой не президент, извини. Ну, сейчас там есть комиссии, которые формально должны проходить рекомендацию в субъектах. Ничего не проходит сам. То есть, это тоже важно понимать. Нормальная процедура помилования занимала все это время до войны от полугода до нескольких лет минимум. А некоторые ждали этого помилования больше 10 лет. И в год их практически не было помилов. Пара помилов. Пять, шесть, семь. И то, когда ему ручки поцелуют, к нему как-то обратятся, к его святейшеству и так далее. То, что сейчас он использует этот инструмент и подписывает вот эти трафаретные решения о помиловании в отношении тех людей, большая часть из которых даже не думали раскаиваться, даже не думали возмещать ущерб потерпевшим и так далее. Он вышел за рамки своих полномочий, он абсолютно здесь злоупотребляет право на помилование. Все эти решения безусловно незаконны, но так как у нас тоталитарная система, где нет независимых трех ветвей власти, где нету независимого парламента, который бы мог ему объявить импичмент, где нету ни одного независимого судьи, потому что все это агентура ФСБ в мантиях, которая там просто имитирует систему правосудия, на самом деле является кривосудием. в общем, в условиях тоталитарной системы никто ему из трех ветвей власти не говорит слова нет. И все ему потакают. Но на самом деле само вот то, что Путин таким образом десятки тысяч людей отправляет на убой и убивать, это само по себе конечно же оконченное военное преступление, преступление против человечества и человечности. Он отправляет десятки тысяч россиян убивать и быть убитыми. Поэтому здесь за это тоже со временем я уверен, ему будут судить либо при жизни, либо скорее всего уже посмертно. Ну, бог знает, бог знает, жизнь такая причудливая, все может еще по-разному повернуться. Давай вот еще какой аспект обсудим. Ну, понятно, если ты зэк, если ты осужденный, и случилось так, что тебя забрали, ты оказался на передовой, у тебя шансов погибнуть, сдаться в плен, выжить, ну, может быть выжить, но это как повезет. Но вот мы видим, что не обязательно зэки, естественно, а вот тема, так сказать, перекидывается, появились больше беглых офицеров, появился там, был вот этот, который во Франции просил, ты следил за этим кейсом, ему отказали. Значит, появились там, мобилизованные и так далее, массово бегут, стараются в Европу оказаться, бегут, скажем так, еще от несовершенных преступлений. То есть, они еще не те, кто уже были на войне и так далее, а мы имеем в виду больше вот эту категорию, которая либо чисто вот меня могут мобилизовать, пустите меня, да, и практика отрицательная для них. Будем прямо говорить, хоть и там заявляются разные, но в принципе им убежище, если они о нем просят, его не дают. Ну, в общем, в массе своей не дают уже. Десятки тысяч бежит, дают там единиц. А, значит, тем не менее, они, какие-то единицы прорываются, могут ли они быть полезны, хоть в каких-то вопросах, уж там не знаю, там, показания соответствующим международным органам трибунала, того же МУС, может быть, они, так сказать, какую-то роль могут сыграть в призыве тех, кто еще колеблется, учитывая, что новая волна мобилизации, она неизбежна, могут ли они как-то на этот вопрос повлиять, не знаю, в общем, вот здесь такой какой-то пасьянс раскладывается в контексте вот и заключенных, а с другой стороны мобилизованных, а с третьей стороны тех, кто в принципе уже не хочет воевать, война тоже длится уже 17 месяцев, вот что можно сказать о том, что происходит в Европе, я почему задаю этот вопрос, потому что, ну, кто-то вот нас смотрит сейчас, размышляет, бежать, не бежать, может он там под следствием находится, ну, там, я не знаю, под домашним арестом или еще где-то, по каким-то там общеуголовным преступлениям, не по политическим, с политическим там вообще все понятно, да, а в общем оснований у него для получения статуса беженца в Европе нет, но они размышляют, они думают, как им избегнуть вот этой участи, стать убийцей или там быть убитым, ну, неважно, там, в случае связанные качества, что ты скажешь насчет этого? Объемный, сложный вопрос, стараюсь поэтапно на него ответить. Давай. Во-первых, Европа готовится к второй волне вот этой вот военной миграции, понятно, что в ближайшее время будет опять очередная там, частичная, как какой-нибудь ей придумают какое-то первое слово, чтобы сказать, что это не совсем то, что мобилизация, но будет, да, но очевидно, что будет вот эта вторая волна, конечно, Путин к ней со спецслужбами готовится, перекрывает границы, чтобы вот такого большого исхода не было, там уже приняли целую кучу законов, кучу военных должностей, сделали там секретными допусками, ограничили их к выезду, перестали выдавать загранпаспорта и уже даже там угрожают отзывать эти, аннулировать загранпаспорта и так далее. Все это делается, конечно, для того, чтобы вот этот котел, крышка прочнее прижималась к основанию вот этого кастрюли, этого котла, в котором все кипит уже и бурлит кровавое месиво и дальше вот они будут соответственно зажимать. Какие есть выходы? Во-первых, понятно, что большая часть российских солдат, военнослужащих и тех, кого будут мобилизовать, это люди, которые никогда не путешествовали по миру, у которых практически нету никаких действующих виз для того, чтобы они, например, на территорию Евросоюза выезжали, поэтому есть ограниченное количество стран, прилегающих к России, которые являются странами, бывшими когда-то ранее в Советском Союзе, со всеми вытекающими, в том числе и болячками, вот, где вот они могут находиться. Оттуда выезжать, запрашивать какие-то легальные путем визы, это очень сложно, квоты очень маленькие, и вот эта практика, она, в принципе, сходит на нет, потому что никто не готов на себя брать эти риски. Говорить про то, что каким-то образом транзитные рейсы, там, прилетать, покупать билеты, ситуация кардинально образом изменилась. Вот если несколько лет назад можно было запросто купить транзитный рейс и где-то там... И выйти в транзитной зоне страны без визы. И очень многие так делали, и очень многим это спасало, кстати говоря, свободу и жизнь, в том числе в вашем покорном услуге, вот, то сейчас это сделать практически нереально. Почему? Почему, расскажи. Ну, не сажают сейчас уже авиакомпании, практически там, ну, это, возможно, где-то единицы, но какой-то системы, это закрыли, эту лазейку, потому что как раз никому не хочется. То есть формально, с одной стороны, например, в той же Франции Курна Синальде Друа Дазиль, это национальный суд по делам беженства, защиты прав беженцев, он опубликовал недавно пресс-релиз, в котором он высказал позицию, что если человек действительно, вот, может быть призван в российскую армию, которая, очевидно, причастна к совершению военных преступлений, он гипотетически может совершать военные преступления, а если это так, то если человек не хочет в ней служить и совершать, соучаствовать в этих военных преступлениях, то ему должно быть обеспечено право на убежище. Ну, это позиция, конечно же, суда, вопрос лишь в том, а что делать прямо сейчас вот в разных странах, Захстан, Армения, Киргизстан и так далее, страны эти трещат, да, от вот этого потока еще прошлого, той первой волны, от сентябрьской, до сих пор судьба большей части из них не разрешена, никаким образом не легализована и так далее. Я на протяжении года неоднократно поднимал вопрос о том, что необходимо проработать какие-то международные коридоры и продумать, как, с одной стороны, помочь тем, кто не хочет воевать, а с другой стороны, как обезопасить ту же Европу и те же страны демократии, чтобы не было вот этой инфильтрации и отправки каких-нибудь там сотен головорезов Вагнера под видом якобы бегущих от войны. До сих пор какого-то большого глобального системного решения нет, потому что занимаются этим огромные бюрократические системы, у которых есть огромное количество своих процедур, комплайенсов, как не наломать дров, и, в общем, эта история может растянуться там на многие годы. Поэтому, в общем, история такая, вот, каждый ищет какую-то маленькую дверцу, чтобы через нее сбежать и спастись. Что касается второй части, будут ли они интересны кому-то, заинтересован ли в них кто-то и так далее. По большей части, конечно же, никто в них по-русски, скажу, не заинтересован, ничего нового они не расскажут. Все, что интересует, в большей части уже все рассказано, озвучено. История про то, как нас плохо кормили, мы не очень сильно хотели куда-то ехать, у нас посадили, дали автоматы, мы все стреляли по головам и по воробьям, но не хотели никого убивать. С этой точки зрения вот эта позиция людей, которые, ну, озвучивают, скажем так, полуправду, она никому не интересна. Озвучивание правды и обратная история, я думаю, что, наверное, в сентябре станет известна очень громкая история одного из офицеров ГРУ, который уехал и который, например, к нам обратился не с позиции, что я вышел покурить, а меня посадили в бронетранспортер, и мы погнали, а который рассказывает об очень серьезных преступлениях, военной агрессии и так далее. И человек, который изначально сказал, что я прекрасно понимаю, что мы творили зло и преступления. Поэтому этот человек сейчас вот уже начал давать подробные и последовательные показания, он готов отправиться за свои деяния даже в тюрьму, если на то будет решение системы правосудия. Почему нет? Должен отправиться, да. Вот. Поэтому, ну, еще раз, как бы, это уже здесь есть тонкий момент, Марк, это важно понимать. Для любого гражданского человека, в том числе для меня, любой человек, который берет в руки автомат, приезжает в чужую страну и стреляет, для меня лично это неприемлемо. Это плохо, я это осуждаю. Но существует международное право, есть судебная практика и есть понятие комбатанта. И уже тогда выходят совсем другие понимания. Если человек был солдатом, который получал приказ от законного руководства и стрелял, это человек, который воевал. За человека, комбатанта, за его действия в рамках его полномочий, обязанностей, нельзя его судить, он просто выполнял. Там не совсем так, не совсем так. Конкретно судить за конкретные деяния, если он совершал военные преступления, не за сам факт участия, а сам факт участия, он рассматривается в контексте каких-то вопросов. Нет, безусловно, мародерство, преступление против мирного населения, какие-то изнасилования, пытки, истязания военнопленных и так далее. Да, безусловно. Об этом, конечно же, это будет предметом разбирательства. Если мы говорим просто про боевые действия, когда две группы в разных окопах стреляют друг в друга, здесь, насколько я понимаю... Да, нет, ну, понятно. Да. Поэтому здесь, отвечая на твой вопрос, если кто-то, кто действительно там был и в этом участвовал, и готов давать подробные, последовательные показания, и представлять подтверждения, фотографии, видео, геометки и так далее, если он готов давать показания и в этом есть некое покаяние и готовность пойти в камеру в тюремную и нести ответственность за то, что он... Да, конечно же, я думаю, что таких и украинские следователи и прокуроры будут допрашивать, и создана международная группа прокуроров и целого ряда стран, которые занимаются расследованием. Существует достаточно серьезная работа и Офиса прокурора Международного уголовного суда. По этой части, да, конечно же, я понимаю, что работа ведется и будет вестись. Что касается тех людей, которые просто говорят, я там вот постоял с автоматом или где-то там побегал по кустам, и поэтому срочно предоставьте мне политубежище международную защиту, ну, еще раз подчеркну, все зависит от стран, от потоков, от массовости, потому что, быть может, нас в сентябре будет ждать еще больше вот эта вот волна, нежели была в предыдущем сентябре, и здесь, конечно, большой вопрос. Какая страна захочет у себя пару дивизий расквартировать? Да, давайте честно, никакая. Никакая. Ну, абсолютно. Да, абсолютно. Никакая. Поэтому, да, поэтому, конечно, с одной стороны, суды озвучивают свою гуманную позицию, что, ребята, если этого человека заставляют совершать военные преступления, а он не хочет, ему надо предоставить убежище, и это гуманно, и судей можно понять. Но в то же самое время есть параллельная работа тех людей, которые защищают границы этой страны с тем, чтобы еще на дальних рубежах не подпускать вот эти тысячи бегущих именно в эту страну и объясняют, что у вас есть на пути в Париж или в Берлин есть еще достаточно большое количество стран, где вы можете попытать счастье и так далее. Зачем вам надо под Эйфелеву башню приезжать? Здесь тоже нужно понимать, что не все так просто, и никто не будет открывать для российских дивизий двери какой-то из европейских стран по целому ряду причин. В том числе, конечно же, в первую очередь, потому что любая из этих стран, когда я в интернете слышу какие-то претензии, вот этому не дали убежище, и такие вот руки в боки возмущенные и так далее, нужно понимать, самое важное, что правоохранительные органы любой страны делают все возможное, чтобы защищать свою собственную страну и своих граждан. Безусловно, конечно. Это не нужно думать, что здесь такие сидят лопухи, которые готовы успех своей страны разменять на светлое будущее для россиян, которые в какой-то определенный момент слились, не принимали участие в протестах, которые сидели, ждали на диване каких-то лучших изменений и прекрасной России будущего и так далее. А может быть, даже и участвовали в том, чтобы создавать этот кровавый режим. Ну, да, да, да. Это старая вот сейчас уже по-другому уже воспринимаемая тема, потому что на первом этапе где-то был момент, когда, значит, действительно волна какая-то первая, но в основном она шла такая безвизовая вот страны типа Грузии, там, Армении, Казахстана и так далее, и было какой-то вот типа энтузиазм, потому что, ну, это закончится, они приедут, мы их обратно потом отправим, война длится все дальше и дальше, она не останавливается и поток этот, он не будет уменьшаться и мотивации для стран, прежде всего, Запада, ну, я имею в виду Европы, принимать и принимать все эти потоки, а война идет и идет, и ничего не меняется, ну, никакой нет мотивации, нужно отдавать себе отчет, что нет такой мотивации, понимаете, потому что если война будет продолжаться дальше, то это не значит, что все россияне, потенциально, которые могут быть мобилизованы, отправлены в тюрьму, оттуда, соответственно, забраны на передовую и так далее, они не могут переселиться в Европу, да, то есть не может там, ну, не 140, ну, хорошо, даже там 20 миллионов россиян, там, 10 миллионов россиян переселиться просто так, не знаю, во Францию, в Германию, в Италии, надо отдавать себе в этом отчет, что еще жестче становятся условия, еще жестче становятся требования, и их перепрыгнуть, их преодолеть становится невозможно, вот и все. Ну, очень сложно, я бы здесь, знаешь, два момента сказал, во-первых, нужно понимать, ну, ты вспомнишь, что было, творилось в прошлой осени, вот этой зимой, помимо тех людей, которые ехали и действительно хотели запрашивать политубежище, давать показания, раскаиваться перед украинцами, извиняться, каким-то образом пытаться загладить вино, ведь ты вспомни, какой был ты парад, энтузиазм был, да, нет, я имею в виду парад моральный, которые приезжали и пользуясь нашей добротой, ну, это твоя история известна, ну, я не только про эту историю, там целый ряд же вот этого всего было, поэтому здесь еще нужно понимать, про разочарование, огромное разочарование, да, то есть, когда людей хотели поддерживать, а там целый ряд разных персонажей, которые, в общем-то, большая часть из них совершали абсолютные подлости, вот, и которые, в которых нету ни тени реального христианского, там, любого, там, общечеловеческого раскаяния, вот, поэтому, конечно же, очень многие смотрят осторожно и вот такого радушия, что хорошо, что вы не воюете, приезжайте к нам, но сложно, сложно, но еще раз подчеркну, все зависит от конкретных людей и от конкретных ситуаций, ситуация, ситуация, рознь, но нужно четко понимать, что, конечно, ни в Европе, ни в США не могут принять там 100 миллионов россиян, просто потому, что россияне не могут в своей стране навести порядок и все вместе являются такими молчаливыми участниками происходящего. Но мы должны оговориться, что мы ведем речь о людях, которые хотят избежать мобилизации, призыва, там, и так далее, не имеющих политической биографии. Разумеется, те, кто являются политическими оппонентами власти, имеющими кейсы, имеющими долголетнюю репутацию, безусловно, на них это не распространяется. Мы сейчас говорим о тех рисках, страхах и проблемах, которые ждут вот эту категорию людей, а те, кто являются политическими активистами и так далее, они-то как раз в благополучном положении, это не распространяется на них, потому что они убежище это в основном получают, кстати сказать. Да, это единицы. Вот, некоторые из них совершают и необдуманные поступки. Вот, я думаю, стоит прокомментировать историю с Даней Холодным, который получил 8 лет вместе с Навальным. По одному делу он сотрудник, ты видел эту историю, да? Я расскажу о них. Чтобы я уже понял и наши уважаемые зрители поняли до конца, о чем я. Да, значит, он осужден на 8 лет, он сотрудник был Навальный Лайф, он занимался технической работой эфиров там и так далее, и так далее. Он уехал с началом войны за пределы России, да? Он уехал за пределы России, я не знаю даже как он устроился, значит, но он уже покинул с началом войны Россию, причем он не политическое лицо, он не какой-то важный фигура. Да, Навальный, понятно, а он просто технический сотрудник этой системы, ну, какие-то взгляды, конечно, у него были, наверняка они пацифистские, наверняка они там еще какие-то, и вот он возвращается, он возвращается в Россию, дабы дособрать документики. Что происходит, его хватают, и вот теперь молодому парню там 25 или 26 лет теперь сидеть 8 лет. Вот, ну, то есть, я хочу подчеркнуть, что если вы, так сказать, потенциальные россияне уже сделали шаг в эту сторону, вы не возвращаетесь, потому что то, что вы думаете, вы не можете подпасть под этот молох, под это жернова этих репрессий, вы очень сильно ошибаетесь, если уж вы двинулись в эту сторону, если вы покинули, то ждите, когда режим этот весь рухнет в результате там поражения в войне или под внутренней тяжестью, а не так, что вы можете их обыграть, вы можете их обмануть, обхитрить, вы не можете их, не обмануть, не обхитрить, они вас обхитрят, поэтому, естественно, вопрос уклонения от этой, в кавычках, почетной обязанности уехать в Украину и убивать там людей, вы должны осознавать и как ответственность, потому что все чревато, вот, таким вот образом, ну вот, как ты думаешь? Марк, ну, я с тобой здесь полностью согласен возвращаться в тоталитарную страну, думая, что там что-то можно прямо сейчас в одночасье поменять, особенно если ты человек из команды Алексея Навального и понятно, что гипотетически тебя могут использовать как говорящую голову, тебя будут склонять к сотрудничеству и так далее, ну, конечно, здесь в этом плане безопаснее ребятам команды Навального все-таки быть вне пределов досягаемости, физической досягаемости для спецназа МВД и ФСБ, но справедливости ради я хотел бы сказать, что это достаточно трагичная история не от хорошей жизни и этот молодой парень вернулся в Россию. Ну, понятно. Ну, понимать тоже, что есть там VIP-истории, да, по-русски, да, когда людей там на руках носят, их любит пресса, а есть обычные ребята, которые делают какое-то свое скромное дело и которые мало кому нужны и у них нету такой широкой поддержки, какая есть у самых известных политических деятельных, оппозиционеров и так далее. Поэтому здесь я бы, здесь не может быть никакой критики в отношении этих скромных ребят, которые когда-то рискнули своей жизнью, проявили принципиальность, видимо, просто у него где-то не сложилось, не получилось и от безнадеги парень вернулся, а не для того, чтобы просто сесть на 8 лет от желания посмотреть ГУЛАГ изнутри. если позволишь, у нас с тобой уже, ты скоро наверняка скажешь, что мы с тобой уже час в эфире будем. Давай, давай, конечно. А я себя не прощу, если я у тебя не скажу, наверное, самое важное, о чем у меня душа болит в последние недели, слезы текут из глаз периодически и то, что мы покажем в ближайшие дни. Мы с тобой много поговорили про российских заключенных и это действительно наш основной был профиль до последнего времени. Но я могу тебе сказать, что гораздо важнее больше времени и нам с тобой и всем, кто нас смотрит, уделять судьбе украинских военнопленных, пленных, которых мучают и пытают в этих путинских военных концлагерях, в этих пыточных конвейерах. Вот я последние недели очень много времени трачу, да, слово не то трачу, для меня большая честь целый ряд бывших в плену и вернувшихся в Украину или уехавших в разные страны на реабилитации, в клинике, в госпитале, они сейчас начали выходить на нас и дополнять наше большое независимое расследование по этому пыточному конвейеру, потому что, с одной стороны, мы сделали очень многое, чтобы целый ряд бывших сотрудников СИН уехали и начали давать подробные показания о том, что Путин с генералитетами вытворяют с этими садистами в более чем десяти пыточных военных концлагерях, а теперь сейчас у нас мы опросили целый ряд бывших в плену настоящих героев, не просто героев Украины, я считаю, что это и вообще герои человечества, которых мы покажем в ближайшие дни на канале ГУЛАГУНЕТ, мне думается, что лучше послушать то, что они сами расскажут, чем то, что я на своих словах буду описывать, поэтому я всех приглашу в ближайшие дни на канале ГУЛАГУНЕТ посмотреть их показания, но от себя я могу использовать эти последние минуты твоего эфира, сказать, что ничего чудовищного предоставить не мог, и я вот правду говорю, да, буквально там сегодня мы узнали, что Франция предоставила политическое убежище Сергею Савельеву, который осенью 21-го года вывез архив пыток из России и показал всему миру, как наглядно пытают, вот тогда, когда мы изучали этот архив Савельева и публиковали, я думал, что ничего ужаснее быть не может, но когда я пообщался с целым рядом этих смелых парней, этих смелых мужчин, которые выдержали, выстрелили, выжили в плену в России, которые мне на себе показали вот эти все травмы, показали кучу медицинских документов, когда я смотрел на фотографии, какими скелетами они освобождались после этих военных концлагерей, когда они мне рассказывали, как не все из них выжили, а некоторые погибли, скончались от побоев, от пыток там, а кто-то скончался уже после возврата из российского плена, мне думается, что несправедливо мы обходим стороной эту тему, и это самые настоящие герои нашего времени, а их свидетельства должны звучать на самых высоких трибунах, трибуналов в Гааге и вот на всех уровнях, потому что это то, за что в первую очередь нужно будет судить Путина, Бортникова, Гостева и всех генералов ФСБ, ФСИН и российской армии, которые причастны к похищению огромного количества украинцев, к незаконному их водворению в военные концлагеря, созданные на базе учреждений ПСИН в России, и безусловно, вот лично я, вот я тебе честно скажу, пока дышу, буду делать все возможное, чтобы все причастные к этому путинизму, к этому фашизму 21 века и садизму, чтобы они понесли заслуженное наказание, потому что за эти преступления не будет никаких сроков давности, вот то, что я хотел сказать у тебя в последних минутах, извини, пожалуйста, что не совсем по теме, но на мой взгляд это очень важно делать и разоблачать эти страшные преступления путинского режима. Чего вы переживаете? Ни одного не оставим, будем мылить веревки, будем так затягивать. Ну, в общем, мы были час в эфире, час-одна минута, 46 тысяч нас смотрят, 18 тысяч поставили свои лайки, просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальностях, в группах, обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф и на канал Владимира Васильевича и на Гулагу нет, вот там будут эфиры вы выходите, вы можете там их смотреть, тоже несколько последних объявлений, у нас завтра будет эфир с Андреем Пианковским, тоже в 21 в 21 час по времени по Киеву и Москве, обязательно не пропустите, не безинтересный эфир, и до конца недели начнется новая программа в новом формате о войне, хроника о войне, которую я буду вести, так что это будет в известном смысле заполнены лакуны от тех эфиров, о которых все спрашивают с Алексеем Арестовичем, я уже один раз об этом сказал, больше говорить не буду, это последнее, что мы берем творческую паузу, сейчас мы будем новый формат искать, и поэтому там мы готовим много чего нового, следите за анонсами, поэтому бессмысленно одно и то же повторять по сто раз, просто сумасшествие, ну и просьба пожалуйста подписываться на канал еще раз, это для нас очень и очень важно, ну что, Володь, спасибо тебе огромное, ждем всегда на эфирах, будем следить за событиями, которые идут, и обязательно еще раз встретимся. Спасибо, Марк, и мирного неба над головой всем. Всем пока.